Здравствуйте, ребята! Сегодня мы продолжим работу над разделом «Страна детства», который начинается с темы «Я и мои друзья». И познакомимся с произведением Илеоноры Киселёвой «Мальчик-огонёк». Любимыми жанрами литературного творчества Илеоноры Киселёвой были рассказы, повести, пьесы. Также она сочиняла и сказки, которые с удовольствием читают не только дети, но и взрослые. Её сказки благородны по замыслу и подкупают своей непосредственностью. Перед чтением сказки давайте научимся читать трудные слова, обращая внимание на окончание. Перекатываются Объясним значение слов. Зоркий Хорошо видящий Мужественный Смелый Храбрый Откройте учебник на странице 3. Послушайте сказку. Элеонора Киселёва «Мальчик-огонёк» Жив на свете маленький горячий огонёк. И очень ему хотелось сделаться мальчиком, чтобы было у него две ловкие руки, две крепкие ноги, два зорких глаза. Словом, всё как у ребят. Фея огня сделала его мальчугам. Он очень просил её об этом. Но сказала, что от всех ребят огонёк будет тем отличаться, что если попадёт в воду, погаснет. И не будет тогда ни мальчика, ни огонька. Вот так и появился в большом и весёлом доме, где жило много ребят, мальчик-огонёк. Бегал он быстро, прыгал высоко, а когда делал что-нибудь, искры вокруг так и летели. Крепко он дружил с ребятами. Всегда были они вместе. Только на реку купаться огонёк с товарищами не ходил. Как-то случилось, что огонёк был один на берегу реки. Шёл, улыбался просто так. Солнце, речки, деревья, траве. И вдруг увидел, тонет мальчишка. Голова едва видна над водой. Волны через лицо перекатываются. Что делать? Вспомнил огонёк слова волшебницы. Попадёшь в воду, погаснешь, и не будет тогда ни мальчика, ни огонька. Вспомнил и бросился в воду. Подплыл, поддержал мальчишку. И тут почувствовал, что начал гаснуть, что руки и ноги перестают слушаться, а глаза видеть. Из последних сил плывёт он. Вот и берег. Вытащил на берег мальчишку. Выбрался и сам. Выбрался и погас. Лежат на песке чёрные угольки. Погасший мальчик огонь. Всё это с высокого неба видела солнце. Ясно, справедливо. Оно собрало все свои лучи в один сильный, живой и горячий луч. Направило его на погасшего мальчика огонька. И сном зажгло. И пусть мальчишку он уже не стал, но сделал всё же не огоньком, а большим огнём с таким же добрым и мужественным сердцем. Герой сказки «Маленький горячий огонёк». О чём он мечтал? Он мечтал стать мальчиком. Чтобы было у него две ловки руки, две крепкие ноги, два зорких глаза. Словом, всё, как у ребят. Вспомните, кто помог огоньку осуществить его мечту. Поставьте видео на паузу и прочитайте сказку самостоятельно. Фея огня помогла огоньку стать мальчиком. Каким он был? Таким, как и все ребята. Быстро бегал, высоко прыгал. А когда принимался за какое-нибудь дело, искры так вокруг летели. Это значит, он работал старательно, не покладая рук. Быстро. Ребята, найдите слова, которые помогут вам определить характер мальчика-огонька. Для выполнения задания поставьте видео на паузу. Мы выбираем слова. Добрый, дружелюбный, веселый, трудолюбивый. Именно эти черты характера помогли огоньку крепко подружиться с ребятами. Всегда были они вместе. Но однажды случилось так, что огонек был один на берегу реки. И вдруг он увидел, как тонет мальчишка. Перед огоньком встал выбор. Сохранить себе жизнь или погибнуть, спасая мальчишку. Вспомнил огонек слова волшебницы. Попадешь в воду, погаснешь. И не будет тогда ни мальчика, ни огонька. Вспомнил и все же бросился в воду. Поставьте видео на паузу и перескажите отрывок из сказки, в котором говорится о спасении мальчика, восстанавливая предложение. Мог ли огонек поступить по-другому? Наверное, нет. Спасая мальчишку, огонек проявил смелость, отвагу, готовность прийти на помощь, готовность пожертвовать своей жизнью ради спасения других. Поэтому по-другому он поступить не мог. Именно за эти качества характера ясное и справедливое солнце решила вознаградить маленького огонька, сделав его большим огнем, готовым всегда прийти на помощь. Ребята, с помощью пословиц давайте определим, чему учит сказка мальчик-огонек. Выберите ту пословицу, которая больше всех подходит к нашей сказке. Я думаю, сказка Элеонора Киселева и мальчик-огонек вам понравилась. Она от тех, у кого мужественное и доброе сердце, в ком горит огонь бесстрашный. Ведь в жизни всегда есть место подвигов. Надеюсь, в трудную минуту каждый из вас также сможет протянуть руку помощи другому, не оставит в беде нуждающихся. Помните, ребят, жизнь дана на добрые дела. Читайте произведения Элеонора Киселева. Читайте с удовольствием.